Дыши Приветствую всех, с вами HTO, на сегодняшний обзор я хочу посвятить одной из самых любимых моих игр, это Prototype 2. И прежде всего хочу напомнить, что в моём видео можете спать с вашим или чьим бы ещё, а видео создано через для развлечения и несёт себе цель, обидеть или раскопить кого-то из вас. Итак, с вашего позволения я как всегда приступаю. Если вы простой человек, который не знает знаменитую серию Ego Prototype, то всё, что вам нужно знать, это то, что первый и второй Prototype это шутер от третьего лица с свободным миром, в котором мы играем за человек со сверхспособностями, который может довольно с большой скоростью забраться на любое здание, который может падать абсолютно с любой высоты, начиная с двухэтажного дома и заканчивая стоэтажным небоскрёбом, который может голыми руками, в прямом смысле этих слов, превратить технику врага в металлолом, и который может голыми руками резать людей на мелкие кусочки, превращая их в кровавое месиво. Когда видны кишки и так далее. Но в чём была проблема первого Prototype? В том, что, во-первых, у него был слишком плохой свободный мир, но это только знающий человек заметит, и во-вторых, в том, что он был слишком хардкорен. Начиная уже миссией с четвёртой, можно было себе жопу порвать, и я сейчас не шучу. Именно поэтому дальше этой миссии я не прошёл. Но те, кто всё-таки прошли дальше, говорят, что дальше вообще начинается форменный беспредел. И, наверное, это главная причина, почему первый Prototype почти никто до конца не прошёл. Во втором Prototype мы играем за военного, который потерял свою семью в ходе распространения вируса, и винит в этом главного героя первой части, то есть Алекса Мерсера. Ну и, конечно же, хочет его убить. И сама игра начинается с того, что главный герой, то есть Джеймс Хейлер, едет в БТР на операцию, посвящённую выслеживанию Алекса Мерсера. Но в БТР кто-то кидает машину, в ходе чего БТР переворачивается, ну и, конечно, взрывается. Все, кто был с Джеймсом, погибли, и вы остаётесь один. И сейчас я не хочу спойлерить, поэтому перехожу к главному. Когда Джеймсу не удаётся убить Алекса, тот его заражает так называемым вирусом Мерсера, и мы получаем способности, которые помогают нам выжить в этом беспощадном мире. И, наверное, это одна из самых главных ошибок разработчиков. Первая часть была слишком хардкорная, а эту сделали слишком простой, потому что те возможности, которые Алекса Мерсер в первой части добывала кровью и потом, во второй части достаются практически даром и без каких-либо больших усилий. Как и в первой части, для того, чтобы получать новые способности, нужно жрать мутантов. И если в первой части они представляют довольно большую угрозу, особенно если находились в группе, то во второй части даже группы из-за многочисленных особей, ну, не представляют нам практически никакой угрозы. Большую угрозу в первой части представляют не только мутировавшие уроды, но и простые военные с так называемым «чёрным дозором». Но, опять же, во второй части эти самые военные с «чёрным дозором» можно только посочувствовать, потому что нам не составляет практически никакого труда засунуть их в винтовки, ракетницы и другие виды оружия им в задницу. Кстати, со всего этого оружия мы тоже можем стрелять, и сделана стрельба как можно удобнее для игрока. Например, не надо перезаряжаться, есть самонаведение, так что стрелять с удовольствием. Чем различаются «чёрный дозор» и простые военные, спросит человек, который никогда не играл в серию игр «Прототайп», а практически ничем. Ну, если только у дозора приёмов побольше, типа «Готолёта Апачи» или «Тяжёлого танка» и так далее. А так, ну, практически нет различий. Вообще, если честно сказать, то немного подумав, я понял, что глобальная цель всей игры «Прототайп» и «Прототайп 2» — это жрать и эволюционировать. Всё. Потому что именно это мы и делаем на протяжении практически всей игры. Чтобы проникнуть на нужную нам базу, нужно сожрать и превратиться в человека, который имеет доступ к этой самой базе. Чтобы получить новую способность, нужно сожрать мутанта, имеющую эту способность. Чтобы военные нас не замечали на запрещенной для нас территории, нужно сожрать и превратиться в человека, который может там находиться. Чтобы пролететь с одной локации на другую, а их всего три, нужно сожрать человека, который может летать туда-сюда и так далее. Ну, в общем, буквально. С одной стороны, конечно же, плохо то, что так упростили игру. Но есть и хорошая сторона. Это то, что можно по-настоящему почувствовать себя настоящим суперменом, которому удары врага, как укусы комара, не причиняют практически никакого вреда. А сами же мы можем практически без проблем причинять очень большие проблемы врагу. Хм, как-то странно сказал, но тем не менее. Буквально за несколько минут можно уничтожить целый взвод военных, уничтожить целую армаду тяжелых танков и быстрых штурмовых вертолетов Апачи. В общем, повеселиться можно на славу. Как обычно делаю я. Превращаясь в простого военного, захожу на запрещенную территорию для меня и вызываю крюкнов. Ну, это простые мутанты, которые имеют большие, как у Росомахи, когти, которые одним движением своей руки могут превратить их в кровавое месиво, как я говорил. Потом беру руки молота и начинаю уничтожать всю технику на этой территории, которая хоть немного, но представляет мне опасность. И потом, как душе будет угодно. Или сяду в вертолеты, буду всех превращать в решето из крупнокалиберного друга на этом вертолете и так далее. Кстати, отлично помогает выпустить нервы на людей, которые ничего не могут тебе сделать. Как я уже сказал, всего в игре три локации, то есть три острова, которые раньше были соединены мостами и тоннелями, но правительство их взорвало. Именно поэтому между ними можно перемещаться только на вертолетах. Первая локация, на которую мы попадаем, это желтая зона, то есть остров, на котором есть вспышки вируса. Вторая локация, это зеленая зона, на котором практически нет вируса, но зато, как говорят сами военные, она скоро тоже превратится в желтую. Потому что мутанты из красной зоны, по якобы разрушенным тоннелям и подводным тоннелям попадают в зеленую. Ну и третья локация, это, как вы уже наверное догадались, это красная зона. То есть остров, который полностью заражен, на котором практически нет гражданских, и на котором очень много всяких крюкунов, гидеров, в общем много разных видов мутантов, которые в других зонах практически не встречаются. Если вы человек, который играл в первый прототайп, то больше всего его вам напомнит зеленая зона, потому что там все сделано так, как и было в первой части. Есть ли это простые гражданские, ходят, иногда есть патрули военных и так далее. Если вы человек, который хочет поразвлекаться, то добро пожаловать в красную зону. Ну а желтая зона, это нечто среднее между двумя другими зонами. Как-то странно сказал, но тем не менее. В ходе убийств разных видов врагов, начиная от зараженных и заканчивая черным дозором, мы получаем опыт, который, когда накапливается до определенного количества, дает нам новый уровень. После каждого нового уровня мы можем потратить один балл на прокачивание определенного параметра. Здоровье, урона, стойкость, бег, сила и так далее. В общем, кое-какая RPG-шная система, как и в первой части есть. Ну и конечно же, как и у любой другой игры, у второго прототайпа есть свои недостатки. Например, если сожрать военного за спиной у другого военного, ну примерно в метре, то тот даже не обратит внимания на то, что у него за спиной происходит довольно шумное чавканье. Или, например, если взять и превратиться во внешность военного, то как текстура бронежилет присутствует на вас, но как броня, он ни на капли не прибавляет даже здоровья. В общем, недостатки у игры тоже есть, их довольно много. Ну а так, всем поклонникам первого прототайпа, всем, кому надо снять стресс, да и просто весело провести время за неплохой, кровавой, в хорошем смысле этого слова, игрой, с неплохим сюжетом, рекомендую. И моя оценка этой игре это 8 и 0 баллов, то есть отлично. С вами был HTN, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на которую дана под видео, репостите это видео на другие страницы и так далее. Всем удачи, добра, здоровья, ну и конечно же до новых встреч, пока!